Направляясь с действующей армией во время похода 1829 года в Арзрум, Пушкин встретил арбу, на которой из Тегерана в Тифлис припровождали тело убитого Грибоедова. Среди появившихся по этому поводу пушкинских строк есть такие. Я познакомился с Грибоедовым в 1817 году. Его меланхолический характер, его озлобленный ум, его добродушие, самые слабости и пороки, неизбежные спутники человечества – все в нем было необыкновенно привлекательно. Рожденный с честолюбием, равным его дарованиям, долго было напутан сетями мелочных нужд и неизвестности. Способности человека государственного оставались без употребления. Талант поэта был не признан. Даже его холодная блестящая храбрость оставалась некоторое время в подозрении. «Люди верят только славе и не понимают, что между ими может находиться какой-нибудь Наполеон, не предводительствовавший ни одной егерскую роту, или другой Декарт, не напечатавший ни одной строчки в московском телеграфе». Вот так думал Пушкин еще при жизни Грибоедова, назвавший его одними из самых умных людей в России. А тот так и не увидел своего великого создания, горя от ума, ни напечатанным, ни поставленным, и во множестве своих дел имел неуспех. Начинал Грибоедов удивительнейше. Даже по той поре, когда человеку легче было сориентироваться, самоопределиться в мире, и зрелость наступала много раньше, чем сейчас, быстрота умственного и нравственного созревания этого человека изумляет. Хотя Грибоедов родился Ане в 1795 году, как долго считалось, а, по-видимому, несколько раньше, точная дата его рождения все еще не может считаться установленной. Безусловно, что не позднее 12-13 лет от роду он уже поступил в Московский университетский благородный пансион, не позднее 15-16 лет стал студентом самого Московского университета, спустя каких-нибудь два года с отличием сдал экзамен на степень кандидата словесных наук, еще через два года получил степень кандидата прав, а затем занялся изучением математики, естествознания. В это время он уже свободно владел латынью, французским, немецким, английским, итальянскими языками. Во всем этом сказывалась необыкновенная энергия овладения жизнью, самого широкого и разностороннего выхода к ней. Рано обратился Грибоедов и к занятиям искусством. Причем занятиям тоже очень разнохарактерны. Он постоянно бывал в театре, играл с увлечением в любительских спектаклях. Грибоедов был отличный чтец, вспоминает Бестужев. Без фарсов, без подделок он умел дать разнообразие каждому лицу и оттенить каждое счастливое выражение. С самой ранней юности занимался он музыкой. В 1818 году ему на дуэли серьезно повредили руку. И все же он продолжал играть. Хотя теперь это требовало от него особых усилий. Увлеченность, энергия, устремлений оказывались и здесь сильнее обстоятельства. Когда в 1826 году арестованного за связи с декабристами Грибоедова везли наследствие в Петербург и по дороге сделана была остановка в Твери, то по рассказу друга Грибоедова, Бегичева, войдя в комнату, глубокий музыкант в душе, ученый-теоретик, он не мог вытерпеть и сел за фортепиано. Девять битых часов его не могли оторвать от инструмента. Сидя под следствием в ардонансгаузе главного штаба, Грибоедов так пленил своей игрой, наблюдавшего за заключенными офицера, что тот, рискуя неприятностями по службе, водил его в дом, где он мог музицировать, а офицер этот с восторгом слушал его игру. И ныне исполняется иногда сочиненный Грибоедовым вальс. Еще в студенческие годы начался путь Грибоедова-литератора. Некоторые ранние его вещи писались в соавторстве, содружестве. С Катениным прозаическая комедия «Студент», пять сцен для стихотворной комедии популярного тогда драматурга Шаховского «Своя семья» или «Замужняя невеста». Вместе с жандром перевел он французскую комедию «Притворная неверность». Дорожав в собственной жизни прежде всего внутренней свободой, Грибоедов в этих произведениях, в которых он соавторствовал, не только позволял именно наиболее привлекательным из своих персонажей вести себя в соответствии с их желаниями и волей. В самом строе этих пьес он вполне отдавался живости, легкости, естественности, непринужденности. Первые драматические творения Грибоедова по своей природе ближе всего к водевилям, со свободным, быстрым развертыванием действия, одним этим, расшатывающим, колеблющим всякий твердый канон обязательных порядков, всяческую предустановленность. Значительность этих вещей преувеличивать, разумеется, не стоит, но дух лёгкости, незапрограммированности, выражаясь нашим сегодняшним языком, свободы они несомненно несли, и это было немаловажно. А между тем назревало, складывалось горе от ума. Великая пьеса, где Грибоедов со стороны резко и критически взглянет на сложившиеся нравы, на привычный ход жизни в старшей по возрасту из русских столиц. Оказалось, что стоит тут появиться свежему, живому человеку, как этот привычный ход жизни тотчас же выставит против него свою плотность, свою слежалость. И вот уже после первой же встречи, после первого же разговора с Чацким, Фамусов садится диктовать Петрушке расписание своих занятий и дел. И эта фамусовская Москва выстраивает, подымает противносителя новых идей, новых настроений, заведённые свои порядки, их привычность, отверделость и непреложность. Об это-то Чацкий и ударится. Грибоедов слишком хорошо понимал, что одной пылкости, одного свободолюбия совсем недостаточно, чтобы изменить установившийся порядок вещей. И он не мог дать своему Чацкому победы. А сам при полном единомыслии с декабристами не разделил их иллюзий и их надежд, почему и не принял непосредственного участия в их действиях. Именно ему приписывается известное, горько-ироническое суждение о них. Сто прапорщиков хотят перевернуть политический быт в России. Решительная трезвость взгляда, мужественное всепонимание определили сложность положения Грибоедова, когда декабристы были разгромлены. Состоя на государственной службе, он оказался теперь в кругу людей, ему совершенно чуждых, стоявших по своему человеческому уровню бесконечно ниже его. Главное дело его жизни, горе от ума, сейчас еще меньше, чем прежде, могло предстать в печати и на сцене. Уцелевшие единомышленники Грибоедова с недоумением и болью видели его окруженным торжествовавшими властителями режима и не понимали, как это могло так обернуться. Вот об этом последнем и самом горестном в судьбе Грибоедова периоде и рассказывает написанный спустя сто лет после разыгравшихся событий в двадцатых годах нашего уже века роман Юрия Тынянова «Смерть Вазир Мухтара». Грибоедов тут главное действующее лицо. Ровно за год до своей смерти он привозит в Петербург победный туркманчайский мир с Персией, мир с заключением, выгодными условиями которого Россия во многом и многом обязана была именно ему. Но не с одним только этим является Грибоедов издалека. Его государственный ум рождает планы глубоких преобразований. В голове его роятся литературные замыслы. Кое-что в черне, в отрывках, в заметках, брульоны уже записано. И вот он в Петербурге, в его честь устраивается обед, где сходятся многие из крупнейших литераторов той поры. Грибоедов развернул малые и большие, уже истрепавшиеся листки. Листки он исписывал персидскими ночами во время переговоров с Аббасом Мерзой. Тогда, под жидким небом, ввиду пустыни, войск, ввиду цветных окон, русские слова ложились в ряд, как иноземные, и ни одного слова не было лишнего. Эта младенческая, ему одному известная радость давала ему по утрам силу мышц и вежливость разговора. Он был автор. Временный и случайный человек для цифр и городов, записывавшихся в Туркманчайский трактат. Он был всегда гибок и изворотлив в разговорах и предположениях, потому что всерьез этого ничего не брал, а просто играл в торговую и географическую игру, совсем не похожую на авторство. Это давало ему тогда превосходство. Но разворачивал листки он с некоторой боязнью. Он многое забыл из того, что написал. Он читал свои строчки, вспоминал, когда это писал, и обстоятельства оказались далекими. Фаддей Булгарин прервал его работу. Увидя Грибоедова за листками, Фаддей от почтения заложил руки за спину. «Комедия?» Воскликнул Фаддей. «Каково? Что же ты раньше мне не говорил? Трагедия?» Легко сказать. Он был почти испуган. «Надо бы начитать ее, Александр. Трагедия?» «Да все ждут трагедии». «Кто это ждет?» «От кого?» «И театры ждут, и все. Ни одной ведь трагедии сейчас нет. От тебя ждут?» Тут Грибоедов тоже несколько испугался. Он подвинулся в креслах. «Как так ждут? Почему от меня ждут трагедии?» «Не трагедии в особенности, но вообще ждут. Пристают ко мне, что ты написал нового, все интересуются». «Кто пристает?» «И что же ты отвечал?» «Я, признаться, сказал, что ты много нового написал. Я, правду говоря, это заранее предчувствовал. Пушкин спрашивал, потом...» «Ба!» «Да Крылов спрашивал». Грибоедов поморщился. «Эх, куда ты, братец, все спешишь? Много нового, а у меня наброски только». «И отлично, – сказал Фадей с вдохновением, – «И отлично, наброски нынче все, все интересуются. Я устрою твое чтение, где хочешь, хочешь у меня?» «Нет, пожалуй, – сказал Грибоедов, и Фадей обиделся. «Как хочешь. Можно не у меня, можно у Греча, у свинина, – сказал он хмуро. Так, пожалуй, у Греча, – сказал, как бы уступая Грибоедов, – и только не чтение, а так, обед. – Разумеется же, обед, – сказал в конец обидевшийся Фадей. – Что ж, я разве не понимаю, что обед должен быть? Я сам и вино закуплю. Не то гречь с гречихой век не справится. Или знаешь что? – посмотрел на него Грибоедов. – Устрой у себя, пожалуй. Только не зови без разбора. Пушкина пригласи. Фадей улыбнулся. Малиновая лысина засияла. «Мне все равно, – развел он руками, – как хочешь. Я Крылова позову Пушкина. Все равно, как тебе лучше?» И с новой целью существования Фадей устремился из номеров, озабоченный и уже забыв про обиду. Грибоедов хорошо помнил литературные битвы. Но теперь не из чего было биться. Теперь больше обедали. За обедом составлялись литературные предприятия, которые по большей части не осуществлялись. Сходились бывшие враги, непримиримые по мнениям. Ныне литературная вражда была не то что забыта, а оставлена на время. Было время литературных предприятий. Поэтому у Фадея обед очень удался. В дверях нагнал Грибоедова Пушкин. В сенях тоненький Мальцов скидывал на руки лакею тяжелую шинель. Пушкин быстро повел глазами и проговорил. «Вам нынче подражают». Мальцов, боясь принять на свой счет, нетвердо прошел в комнаты. Пушкин был недоволен. Зол. «Архивные юноши, они все нынче очень умны стали». Он посмотрел на Грибоедова и вдруг улыбнулся, как заговорщик. «Анна?» Он увидел следок от Ордена на грибоедовском сюртуке. И потом уже другим тоном. «Все говорят, вы пишете южную трагедию». «Анна?» «А вы заняты военной поэмой?» Тут Пушкин поморщился. «Полтавская битва. О Петре. Не будем говорить о ней. Поэма барабанная». Он посмотрел на Грибоедова откровенно и жалобно, как мальчик. «Надобно ж им кость кинуть». Грибоедов читал, как и все, станцы Пушкина. Пушкин смотрел вперед безбоязненно, в надежде славы и добра в этих станцах. Казни прощались Николаю, как Петру. Скоро полтавская годовщина, а турецкая кампания, хоть и не шведская, должна же кончиться. Все понятно. Ни одного друга не приобрел Пушкин этими станцами. А сколько новых врагов! Александр Сергеевич Пушкин был тонкий дипломат. Сколько подводных камней миновал он с легкостью танцевальной. Но жизнь простей и грубей всего. Она берет человека в свои руки. Пушкин не хотел остаться за флагом. Вот он кидает им кость. Однако ж, никто об этом так прямо не решается говорить. А он говорит. И Грибоедов насупился. На обед они, как водится, запоздали. Все уже сидели за столом. Он был событием для позднейших мемуаристов, этот обед. Рельефнейшие знаменитые головы Рассматривали пустые пока что тарелки. Здесь была своя табель о рангах. И Фадей строго следил за тем, Чтоб меньшой не пересел большего. На почетном месте сидел Крылов, Раздувшийся, бледный и отечный. Его желтая, нечесанная седина В перхоти курчавилась. Бакины были подстрижены. Наклоняя ухо к собеседнику, Он не мог или не хотел к нему повернуться. Потом был, собственно говоря, прорыв, Знакомая молодежь и люди средние, Хоть и нужные. На ухо Крылову тихо и говорливо Повествовал о чем-то гречь. Он наклонялся к нему через пустые приборы. По бокам Крылова были оставлены места. Сидели в ряд. Петя Каратыгин, высокий и наметанный, С красным лицом, актер Большого театра, На все руки. Молодой музыкант Глинка, С лохматым и востроносым итальянцем. Братья Полевые, в длинных купеческих сюртуках, Со светлыми галстухами и большими в них булавками. Из дам были. Дама Кривляка, Варвара Даниловна Греч, Гречиха, как называл ее Фадей. Рябая маленькая Дюрова, Жена Пети Каратыгина, Французинка, Фрянка по Фадею. И, конечно, Леночка, Жена Фадея, В совершенно роскошном наряде. Когда Грибоедов и Пушкин появились, Все встали. Слава Богу, музыканты не ударили в тулумбасы, С Фадея бы это сталось. Крилов быстро вдруг поглядел туда и сюда И сделал вид, что готовится встать. Это заняло у него ровно столько времени, Чтобы не встать. Обед начался. Вносили блюда. Пушкин, уже вежливый и быстрый, Говорил направо и налево. Фадей хлопотал, как мажордом. Вина были превосходны. Греч встал. «Александр Сергеевич», — сказал он Грибоедову. «И Александр Сергеевич», — сказал он Пушкину. Потом он говорил о разных красотах обоих, О Байроне и Гетте, О том, что предстоит совершить, И кончил. «Вам, Александр Сергеевич, И вам, Александр Сергеевич». Все хлопали. Дюрова хлопала. Петя и Леночка захлопали. Грибоедов встал, Желтый как воск. «Нынче Гетте и Байрон. Никто не смеет сказать, Что он проник Гетте, И никто не хочет признаться, Что он не понял Байрона. Я напомню вам Стерна. Я готов пройти тридцать миль пешком», — Сказал он по-английски, «чтобы поглядеть на человека, Который вполне наслаждается тем, Что ему нравится, Ни у кого не расспрашивая, Как и почему». «Я не понимаю, Как ставить под рекрутскую меру Разные красоты. Две вещи могут быть хороши, Хотя вовсе не подобны. Ваше здоровье, Николай Иванович», — Протянул он бокал к гречу, «И здоровье Фадея Венедиктовича». И сел. Говорил он просто и нераздражительно, И опять захлопали. Обед кончился, Начался чай. Тут заставили Грибоедова читать. Листков он с собой не взял, Чтоб было свободнее, И так, между прочим. Трагедия его называлась «Грузинская ночь». Он рассказал вкратце, в чем дело, И прочел несколько отрывков. Вскоре выходил вторым изданием Пушкина «Кавказский пленник». Так вот, у него в трагедии Кавказ был голый и непрекрашенный, Как на картине, А напротив того, Дикий и простой, бедный. О пленнике он, разумеется, Ничего не сказал. Странное дело, Пушкин его стеснял. Читая, он чувствовал, Что при Пушкине он написал бы, Может быть, иначе. Он стал холоден. Духи зла в трагедии Его самого немного смутили. Может быть, духов не нужно? Он знал, что стихи превосходны, И огляделся. Петя Каратыгин сидел, Раскрыв рот. На лице его было ровное удивление И восторг. Но он, может быть, Заранее зарядился восторгом? Братья Полевые что-то записывали. Грибоедов понял, Они пришли на него, Как на чудо, А он просто прочел стихи. Фадей уморился. Высокая, высокая трагедия, Александр, Сказал он даже как бы Жалобно в полузабытии. Пушкин помолчал. Он соображал, взвешивал, Потом кивнул. Это просто почти Библия. Завидую вам. Какой стих! Нет друга на земле И в небесах. Грибоедов поднял взгляд На Крылова, Но ничего не сказал Крылов, Уронивший отечную голову На грудь. Военные обеды, Литературные обеды, Балы. Грибоедов ездил в собрание, Танцевал котельон со всеми барышнями, Писал им на веерах мадригалы, Как это повелось в Петербурге. А маменьки радовались. Он был герой дня. Его на перерыв зазывали. Залы были повсюду начищены И блестели великолепно. Ему объясняли, Этой зимой стали по-московски Вытирать стены и потолки Хлебом, Мякишем. Этот хлеб потом раздавали бедным. Помилуй Бог, Ох, он сыт. А странная авторская судьба была у него. Все писали и печатали, А у него все было на выворот. Напечатана была какая-то молодая дрянь, Которую надо бы сжечь в печке, А настоящие пьесы были изустны, И вот в клочках. Фадей говорит, что горе от ума Напечатать теперь совсем невозможно. Трагедию он во всяком случае Докончит и напечатает. Но вот какова она? Нужны переделки. Что-то пустовато его квартира И холодна. Сашка тоже не топит. Он приказал Сашке затопить камин, Подождал, пока тот отгремит дровами И кремнем, и уселся. Он взял листки и начал их перебирать. Трагедия была прекрасна. Она должна была врезаться В пустяшную петербургскую литературу Словом важным и жестоким. Звуки жестки были намеренно. Какая связь между этой вещью И залой Фаддея, чаем, Петей Каратыгиным? Ее надо бы начитать на вольном воздухе В кибитке, может быть, среди гор. Но тогда какая же это трагедия И какая словесность? Совсем один он перечитывал у камина В полголоса стихи. Начинается в доме шуршание, Начинается возня и звон. Вероятно, эта мышь забралась в рояль. Квартира остается нежилою. Несмотря на Сашкину лень, Чистота и опрятность ее напоминает о том, Что хозяин не задержится здесь. В конце концов, трагедия его Не умещалась в театре, А стихи были изустны И почти немыслимы на страницах журналов. К тому же, может быть, Поэзия стала совсем не та, Пока он терял время с Аббасом Мерзой. Никто так не умел скучать, Как он. Он перелистывал Моцарта, Любимые свои льстивые сонаты, Наигрывал, рассматривал свои ногти, Полировал их, Не вылезал из пестрого азиатского халата, Слонялся из угла в угол И сосчитал двадцать шагов. Выдумывал небывалую любовь Кавказской девочке с круглыми глазами. Никакая любовь не брала его. За окошком был ясный холодок, А в домах чужие люди. Он же любил обсыхание земли, Тепло, красно-желтые листики на земле, Которым не знал точного названия. Какой-то захолустный предок Оживал в нем нелюдим и странствователь, Провинциал. Здесь ему решительно нечего было делать. Втайне, может быть, он был бы рад, Если б теперь Нессельрод послал за ним И сказал, Будьте, Александр Сергеевич, Стало начальником в городе Тифлиси. Только не Персия. Ради Бога, не Персия. Он боялся ее так, Как можно бояться только человека. Так он слонялся И раз набрел у самого камина на решение Ехать в Тифлис. Представить проект Паскевичу, Пусть Паскевич будет директором. Представить себе Ивана Федоровича, Бравого, с колечками усиков, Управляющим мануфактурную компанию, И было просто весело. Он уткнется в бумаге, Закапризничает и бросит их к Грибоедову. Александр Сергеевич, разберитесь. И Александр Сергеевич тогда разберется. Мы еще, Сашка, попутешествуем. «Тебе здесь не надоело?» И Сашка отвечает неожиданно в попад. «Погода очень хорошая, Александр Сергеевич. Теперь на Кавказе очень даже тепло, Если только дождь не идет». В прочитанных только что разделах второй главы романа вы могли заметить, как неожиданно обрисован здесь, например, Пушкин. О знаменитых пушкинских станциях здесь говорится, как о кости, брошенной поэтом власти. Все общественное поведение Пушкина выглядит неким трагическим компромиссом, ничего не давшим, ни к чему не приведшим. Так воспринимает положение в Петербурге, положение в литературе, нравственную атмосферу в обществе творец горе от ума. Все и всех он оценивает, судит самую высокую нравственную мерой. Иногда говорят, что Роман Тынянова мрачен, но ведь то, что происходит на его страницах, дается почти исключительно в восприятии самого Грибоедова, остро, взволнованно, гневно, подмечающего самодовольный, самоуверенный разлив фамусовщины, молчаленства всюду вокруг себя, когда Николай и двор избавились от одних своих противников, других заставили замолчать или, хуже того, разложили. Грибоедов готов допустить ныне, готов подозревать теперь даже самое печальное, самое дурное, чуть не в любом, хотя бы и в Пушкине. И больше всего, прежде всего, он требователен, он неумолимо строг к самому себе. В романе Тынянова есть сцена, когда Грибоедов в Тифлисе видит проходящий сводный гвардейский полк, возвращавшийся из Персии и везший куруры денежную контрибуцию и трофеи. Этот полк был особый полк. Тут были части московского полка и части кавалергардского. Их стасовали из обломков, их старательно перемешали. После того, как взятые в плен русскими же полками на Сенатской площади в декабре месяце 1825 года они посидели в острогах и крепостях. Среди офицеров, которые ведут сейчас этих солдат из Персии, Грибоедов вдруг в первом ряду во главе строя узнает капитана Майбороду, предателя, доносчика, который погубил Пестеля, своего благодетеля, который их на виселицу. А условия мира, по которому получены куруры, добывал, отстаивал, ведь он, Грибоедов. И он не выдерживает мучительных сомнений, самообвинения, постоянного тягостного напряжения, теряет сознание. Говорят также, что композиционные ходы, образные сцепления и ассоциации у Тынянова подчас сложны. Но опять же, мог ли иначе, проще, легче сводить для себя события, людей, обстоятельства, Грибоедов, когда время так круто, так резко переломилось. Романист же стремится схватить, передать перелом времени в самом своем герое, в движении его душевной жизни. Одиночество Грибоедова в Тыняновском романе все нарастает. Его проект освоения Закавказья отвергнут в Петербурге, не одобрен бывшими декабристами. На высоком дипломатическом посту посла Вазир Мухтара он самоотверженно отстаивает интересы России, а русское правительство отступается от него и почти демонстративно прощает его убийство. Валы величаво поднимались в гору. Позади, на высоком берегу, была крепость Гергеры, голая, как гора. Впереди мост, похожий на флейту Пана. Быстрая речка играла. Грибоед между двумя мешками приближался к мосту. Верховой в картузе и черной бурке только что переехал мост. Он быстро спускался по отлогой дороги. Поравнявшись с Тахтриваном, он кивнул на ходу проезжающим и быстро спросил по-русски, «Откуда вы?» Аветис Кузинян покивал ему головой и ответил неохотно, «Из Тегерана». «Что везете?» спросил человек, уже проезжая, и взглядом путешественника посмотрел на мешки и ящик. Грибоеда кивнул ему равнодушно Аветис. Лошадь быстро несла человека под гору и вдруг затанцевала, остановилась, человек натянул поводья. Он всматривался в Тахтриван, валы помахивали хвостами, и виден был передний мешок и двое армян, сидевших сзади. Пушкин снял картуз. Смерти не было. Был простой дощатый гроб, который он принял за ящик с плодами. Валы удалялись мерно и медленно. Он поехал, удерживая коня. Были ощутительны границы опаленной Грузии и свежей Армении. Становилось прохладнее. Лиловые вымена впереди были холмами. Дорога пустой строкой черновика. Река хрипела позади. Жизнь его была затемнена некоторыми облаками. Тучи сгущались круглые, осязаемые. Могучие обстоятельства. Оставил ли он записки? Дождь начал накрапывать, и вдалеке зорница осветила пунктиром зеленые пространства. Он обернулся. Валы были мухами внизу. Внизу темнело. Дорога была дурная, и конь устал. Ему нечего было более делать. Смерть его была мгновенна и прекрасна. Он сделал свое, оставил горе от ума. Конь брел, спотыкаясь. Кляча, сказал Пушкин. Затянул ремни у бурки, надел башлык на картуз. Дождь лил. Мгновенно и прекрасно поручим себя провидению. Бурка не промокнет. Гроб каков. Ящик. Омраченные луга цвели. Плодородие вошло на востоке в пословицу. Показались груды камней, похожие на саклю. Женщины в пестрых лохмотьях сидели на камне плоской кровли подземной сакли. Мальчишка с детской шашкой в руке плясал на дожде. Чаю, сказал Пушкин, спешился и укрылся под каменный навес. Ему вынесли сыру и молока. Пушкин бросил деньги. Дождь внезапно, как начался, так и кончился. Он поехал дальше и оглянулся. Мальчишка топтался в лужи. Женщины смотрели ему вслед. Влияние роскоши и христианства могло бы их укротить, подумал он. Самовар и Евангелие были бы важными средствами. И вдруг вспомнил Грибоедова. Тонкой рукой прикоснулся к нему Грибоедов и сказал, «Я все знаю. Вы не знаете этих людей. Шах умрет, в дело пойдут ножи». И посмотрел на него. Он был добродушен. Он был озлоблен и добродушен. Он знал, хоть и ошибся. Но если он знал, зачем? Зачем поехал он? Но власть, но судьба, но обновление. Холод прошел по его лицу. Мы нелюбопытны. Человек необыкновенный. Может быть, Декарт, ничего не написавший, или Наполеон, без роты солдат. Что везете, вспомнил он. Грибоеда. Когда трагическая жизнь Грибоедова уже завершена, Тынянов дает Пушкину подвести некоторый итог. Слова, которые Пушкин произносит, подлинны. Мы привели их к счастью сегодня, в самом начале нашего разговора. Но автор Вазир Мухтара, следуя им же сформулированному творческому принципу, начинать там, где кончается документ, вводит взволнованную причастность живого Пушкина к судьбе Грибоедова, которого уже нет. И так судьба эта прямо передается будущему, всем дальнейшим поколениям. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok